Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о замечательном произведении Василия Ивановича Шухаева «Базар» из марокканской серии. Эта картина находится в постоянной экспозиции музея. Она написана в 1961 году, спустя 30 лет после марокканского путешествия художника. Судьба художника полна замечательных и трагических событий, неожиданных поворотов жизни. Василий Иванович Шухаев – выпускник Императорской академии художеств, ученик Дмитрия Кордовского, идейный сторонник искусства старых мастеров, любитель, пропагандист классического искусства, представитель неоакадемического направления живописи начала 20 века. В 2018-2020 годах был профессором Академии художеств, преподавателем кафедры рисунка, участвовал в оформлении празднества по поводу первой годовщины Октябрьской революции, участвовал в оформлении многих театральных спектаклей. Но в начале 1920 года вместе со своей супругой Верой Федоровной Шухаевой он покинул Советскую Россию и через год, в 1921 году, оказался во Франции. Ну и в Европе он пользовался популярностью как художник, его творчество признавалось знатоками и любителями искусства. Он много работал как театральный художник, как иллюстратор и оформитель книг, он много создавал произведений на заказ. Это могли быть портреты или работы в области оформления интерьеров частных и общественных. Так, собственно, он и оказался в 1930 году в Марокко, поскольку ему был сделан заказ на оформление отеля и виллы. Вера Федоровна вспоминала, что Шухаев не очень любил путешествия и решение отправиться в далекую поездку удалось ему непросто. Однако, он ни разу не пожалел об этом, потому что они совершили свое путешествие на автомобиле через Испанию, переправившись через Гепралтарский пролив и продолжив его уже по северу Африки. Художник был потрясен невероятными пейзажами, эффектами освещения, ранее незнакомыми красками к сочетаниям и вообще всем восточным, южным колоритам. Художник работал в Рабате и Касабланке, но кроме этого посетил еще Маракеш, где, собственно, по воспоминаниям супруги его, он был удивлен, восхищен восточным базаром, без устали под южным солнцем, в зной бродил по городским улицам, делал зарисовки, которых накопилось довольно много, но законченных больших произведений на их основе он тогда не создал. А вернулся к этой теме спустя 30 лет, в начале 60-х годов. За эти 30 лет в его жизни произошло много трагических даже историй, мгновений. Дело в том, что после возвращения в Советский Союз в 1935 году Шухаев два года работал в Академии художеств, он был там профессором. До апреля 1937 года, когда он вместе с женой Верой Федоровной, они были арестованы и по обвинению в шпионаже, они отправились на 8 лет в лагеря. Колымские, позже магаданские. Но в ссылке он пробыл гораздо дольше, не 8, а 10 лет. Правда, в последние годы он работал в театре, в магаданском театре, где оформил более 30 спектаклей. То есть профессия здесь ему помогла, спасла его в каком-то смысле. И уже после ссылки в 1947 году Шухаевы оказались в Тбилиси, поскольку проживание в 16 крупнейших городах европейской части Советского Союза, им было запрещено. В Тбилиси Василий Иванович продолжал сотрудничать с театрами, преподавать. И жизнь его, и творческая жизнь как-то наладились. И в начале 60-х годов, точнее в 61 году, Василий Иванович создал целую серию Марокко по мотивам той давней поездки 1930 года. И, собственно, одним из произведений из этой серии является картина, которая хранится в нашем музее, которая называется «Базар». «Базар». Здесь изображена яркая, колоритная толпа людей, одетых достаточно экзотично и ярко, что, безусловно, привлекало художника во время путешествия. И это очень хорошо видно, что здесь художник ставит задачи до предела накалить цвет, колорит картины, обострить его с тем, чтобы передать вот этот нестерпимый зной, такой пряность восточного базара. Но, оставаясь художником такого академического направления, он чрезвычайно точно, пластично в то же время прорабатывает формы драпировок, одежд, изображенных на картине людей. Особенно привлекают внимание два мужских профиля, которые ярко и по-своему изящно выделяются на ярком фоне. Удивительно, но вот это вот ощущение несерпимого зноя передают вот такие вот контрасты, в том числе контрасты глубокого синего цвета в тенях, холодный синий цвет и жаркого оранжевого цвета. Особенно это хорошо видно внизу, в самом низу картины, там где тени лежат на земле. Они очень короткие, маленькие, значит, солнце находится в зените и вот этот вот нестерпимый зной, жара, запах, наверное, такого восточного базара. Это все мы очень хорошо ощущаем. Удивительно, что такая яркая, даже вот жизнерадостная картина была создана, во-первых, спустя долгое время после непосредственных впечатлений и спустя, вернее, после таких тяжелых испытаний, которые пришлось пережить художнику.